Приветствуем всех у нас на канале. Сегодня в выпуске следующие новости. Адам Кичинский покинет пост генерального директора CD Projekt Red. Разработчики Minecraft представили больше кандидатов на роль следующего моба. Epic Games объявила о повышении цены на движок Unreal Engine и многое другое. Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичинский уйдет со своего поста. Официальное сообщение появилось на сайте компании. Согласно письму, он оставит должность 1 января 2024 года, а после станет директором по стратегии и войдет в наблюдательный совет CD Projekt Red. Вместо него обязанности разделят творческий руководитель Адам Бадовский и коммерческий директор Михаил Новаковский, проработавший в команде почти 20 лет. Причины перестановок не называются. Телтел Геймс подтвердила появившиеся ранние слухи об увольнении некоторых сотрудников. Однако представители компании отметили, что сокращению подверглось всего несколько человек, а не большая часть команды, как об этом рассказывали журналисты. Помимо этого, в официальном заявлении разработчики говорят, что на производстве запланированных игр это никак не скажется. В то же время подробности о состоянии The Wolf Among Us 2 не раскрываются. Напомню, ранее выход тайтла перенесли на 2024 год. Ее семья Суда, продюсер ремейка Лолипоп Чейнсо, опубликовал новое изображение из грядущего проекта. На кадре он показал один из костюмов, который войдет в гардероб главной героини. Ясуда отметил, что несмотря на трудности с авторскими правами, обновленная версия все так же будет включать в себя набор обликов из оригинальной игры. Напомним, релиз тайтла намечен на лето 2024 года. Точная дата пока не указывается. Издание EJ напубликовало новый геймплейный ролик предстоящего слэшера Ghostrunner 2. В видео журналисты продемонстрировали первую битву с боссом, одним из злодеев игры. Напомним, запуск тайтла намечен на 26 октября для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Студия Mojang представила двух новых кандидатов на роль следующего вауа в Minecraft. В этот раз игрокам предлагают выбрать между пингвинами и броненосцами. Так, первые способны помочь лодке героя плыть быстрее, а со вторых может добыть щитов для создания брони для ручного волка. Голосование запустят 13 октября, а его результаты огласят 15 числа текущего месяца в ходе мероприятия Minecraft Live 2023. CD Projekt Red подтвердила подготовку полного издания для Cyberpunk 2077. Официальная информация появилась в ходе сессии вопросов и ответов с инвесторами ранее на текущей неделе. В частности, о возможности выпуска издания года рассказал коммерческий директор Михаил Новаковский. По его словам, компания пока не знает, как будет называться новое коллекционное издание, однако к нему будет применен другой подход, нежели к третьей части серии Ведьмак. Никакой дополнительной информации пока нет. Разработчики Королевской битвы Fortnite назвали дату релиза набора Трансформеры. Комплект станет доступен для покупки в внутриигровом магазине 21 октября по цене в 25 долларов. В новый пак будут включены 3 экипировки, 3 украшения на спину, 3 кирки, 2 эмоции и 1000 V-баксов. Стриминговый сервис Netflix официально продлил анимационный сериал «Кастельвания Ноктюрн» на второй сезон. Вместе с анонсом представили короткий тизер. Подробностей о сюжете и дате премьеры продолжения пока нет. Выход первой части шоу состоялся 28 сентября. Всего в него вошло 8 эпизодов. Напомним, сюжет проекта рассказывает о событиях, происходящих во Франции в 1792 году, в период революции. В центре истории окажется юноша Риктор Бельмон, герой «Кастельвания Рондо Афблат». Разработчики Leica Age Through Blood объявили дату релиза проекта на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Игра станет доступна в магазинах уже 19 октября. Версии для консолей Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch должны выйти позже, однако даты пока не раскрываются. Напомним, Leica Age Through Blood — это метроидвание в стиле вестерн, действие которое разворачивается в постапокалиптической пустыне. Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl 2 опубликовали новый трейлер. В свежем ролике вкратце продемонстрировали набор боевых приемов Азулы из анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». На данный момент у тайтла нет точной даты релиза. Разработка ведется для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series. Компания Microsoft запустила обновленную версию магазина приложений для Windows. На данный момент она доступна только для браузера. Согласно официальному описанию, компания переработала интерфейс и упростила поиск программ. В то же время отмечается, что на данный момент это скорее дополнение к Microsoft Store, нежели его замена, так как они оба работают совместно. Также стало известно, что для нового магазина компания отказалась от кода на React и заменила его на Shulace, Lid и C-Sharp ASP.NET. Epic Games повышает цены на движок Unreal Engine и меняет модель оплаты для отраслей, не связанных с игровой индустрией. В частности, речь идет о сферах кино, телевидения, автомобилестроения и ряда других. Теперь ПО будет распространяться по схеме, схожей с Mania или Photoshop, то есть по подписке. Данное решение оправдывается финансовыми трудностями, в связи с которыми компании пришлось уволить несколько сотен сотрудников, включая разработчиков Fall Guys Ultimate Knockout. А теперь свежая подборка скидок на игры для разных платформ от авторов канала. В Steam House Flipper можно купить за 2 доллара, Sirius Sam 4 за 4 доллара и Just Cause 4 Reloaded Edition за 5 долларов. На Xbox набор Batman Return to Arnhem продается за 3 доллара, Darksiders War Mastered Edition за 5 долларов и Watch Dogs Legion Deluxe Edition за 11 долларов. На PlayStation The Elder Scrolls Online доступно за 6 долларов, Metro Saga Bundle за 12 долларов и Middle Age The Shadow Bundle за 10 долларов. На Nintendo Switch Rassler можно купить за 3 доллара, Overcooked 2 за 7 долларов и Cooking Simulator за 2 доллара. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Напоминаем, что у нас есть канал в ТикТок, где 2 раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки в описании под видео. Оттуда же можете попасть на наши страницы Boosted The National Alerts и при желании помочь в существовании канала. Будем очень рады. Большое спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok